15 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состояла защита дорожной карты развития этого подразделения. Вашему подразделению мы передали практически вопросы координации всех средств информационных. Я слово массовое специально не употребил, потому что это информация о деятельности университета. Саму стратегию слушателям представил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский. Сегодня Высшая школа концентрирует свою деятельность на образовании по очной, заочной и вечерней форме. Здесь обучаются журналистике, медиакоммуникации и рекламе и связям с общественностью. Когда формировали стратегию, исходили из группы месседжев, которые сформулировали для себя. Это такие некоторые желания, некоторые основные посылы, которые можно реализовать, исходя из реальных потребностей, которые сегодня существуют. На рынке они здесь представлены, на них останавливаться не буду. И отсюда была сформирована миссия, как главная цель, но мы ее уточнили. Поставив себе все-таки главную цель создание на базовой школе модели университета 4.0. С 2018 года подразделение хочет вести ряд образовательных программ, например, по кибераналитике, медиаменеджменту, социологии, медиографическому дизайну и фотодела, которые будут вводиться совместно с другими институтами и высшими школами КФУ. Мы говорим о том, что мы должны быть конкурентоспособными, видимыми на международном рынке. И мне кажется, что, возможно, я ошибаюсь, мне кажется, что у нас есть реальная возможность совершить очень большой скачок здесь. У нас в университете реально есть возможность сделать такую программу научной журналистики магистрской. Более того, если нас открывать сейчас по собственной совете, возможно, и специальность сделать по аспирантуре. Вот это есть тот скачок, который отделит совершенно нас от других. Итогом многочасового обсуждения стало принятие дорожной карты высшей школы. Однако пока лишь в виде проекта. После доработки, которая обязательно должна включать уточнение сроков реализации поставленных задач, а также объема запрашиваемого финансирования и ожидаемого дохода, документ будет окончательно принят. Диана Шилова, Леонард Волитьяров, Универньюс.